Кто была твоя первая учительница? О, Боже! Вы не представляете, я не знаю, как, есть, конечно, наверное, люди, которые помнят свою первую учительницу, как зовут. В моей памяти мы жили на Васильевском в Питере, и до третьего класса я ходила в школу на Васильевском острове. А дальше мы переехали в Московский район, получив новую квартиру, и я уже с четвёртого класса ходила в другую. Так вот эти три года, которые у меня были в той школе, то есть та первая учительница, которая и вела эти три года, мне совершенно не запомнилось. Как ни странно, я её внешние очертания вот как-то могу вспомнить. Эта женщина где-то, вот сейчас моя, я думаю, что она где-то предпенсионного или пенсионного возраста, может быть, чуть больше, чем за пенсионный возраст. Но на тот момент она так выглядела, я не знаю, коричнево, в таких тёмных коричневых тонах вся, так, в пиджачке. И, ну, самое смешное, я совершенно не помню, как её звали, ну, не помню, вот там Низия, как я говорю. А то, что она сказала нам, я запомнила на всю жизнь. Когда это был, наверное, первый, максимум второй класс, тогда я, подняв руку, спросила. А, началось с того, что нам было сказано, ребята, скоро у нас наступит коммунизм. Мы, дети, там, первый, второй класс, мы не понимаем, что это такое вообще. И я, естественно, подняла руку и говорю, а что это такое коммунизм? На что мне было сказано. Вот сейчас вы платите 16 копеек, я не знаю, за завтрак или за обед, но чётко запомнилось 16 копеек. А когда она станет коммунизм, завтраки и обеды будут бесплатно. И вот эту фразу от первой своей учительницы я запомнила на всю жизнь. Вот такая у меня была первая учительница. Она, я думаю, что она на самом деле верила в это. Ну, наверное, на тот момент все верили, все строили коммунизм, но так его и не достроили. Когда мы первый раз полетели на самолёте? Первый раз на самолёте... Вы знаете, я вам уже говорила, что я жила три года на севере, по распределению мы попали на север. Как только я вышла замуж, и там нужно было летать двумя самолётами. Один из которых был старый, такой Ан-2. Это был ужас полнейший. До Архангельска мы летели на Ту в 134-м, а после Архангельска вот на этом Ане, потому что это был посёлок Амдерма. Это север, тундра, и туда иначе было не долететь. Ну, ужасно. При мне, у меня на глазах разбился один раз этот Ан, который возвращался в августе месяце. В конце августа привозили детей к школе, и при посадке он разбился. И это отложилось в подсознании на всю жизнь. Я страшно боялась летать дальше уже. Для меня это было просто вот так. Я садилась в кресло, у меня всё тряслось внутри. Я боялась очень долго. В принципе, и сейчас я не испытываю удовольствия от того, что я летаю. Ну, подсознательно я боюсь. Боже мой. Кто был твой первый лучший друг, и говорите ли вы до сих пор. Первый лучший друг. Потому что друзей, вы знаете, было... По жизни мы считали друзьями, а они оказывались не друзьями. А лучших друзей вот можно по пальцам сосчитать. И, вы знаете, одна у меня подруга, она живёт сейчас в Израиле. Но это уже студенческие годы мы дружили, не школьные. И мы с ней до последнего времени общались, но вот сейчас почему-то она куда-то исчезла из соцсетей. И мы с ней немножко потерялись. Я думаю, что мы... Я постараюсь восстановить. Вот. А в то время, естественно, я вспоминаю, и я считаю её до сих пор подругой. А были такие подруги у меня в школе, например. Я её считала подругой. Может быть, она меня не считала. Одну подругу я не могу забыть с анти... с приставочкой антиподруга. Как выяснилось. Потому что я её считала подругой, но как выяснилось, она таковой не оказалась. Объясню почему. Ну, когда у меня была свадьба, я пригласила всех своих девчонок и сказала своему мужу, чтобы он притащил для них всех своих друзей. А так как это было начало августа и были каникулы, мой муж заканчивал мореходку имени Макарова. Кто из Питера тот знает, это высшее инженерное морское училище загранплавания. И на тот момент это было очень престижно иметь как бы мужа такого загранплавания. Очень многие девчонки хотели. Я поэтому сказала своему мужу, чтобы он обязательно... будущему мужу на тот момент. Чтобы он обязательно обеспечил всех девчонок какими-то там своими друзьями. Но так как это было, я сказала, каникулы, это было невозможно собрать. Он собирал всех, кого встретит из первой, со второго курса. Хотя он уже был на последнем и закончен. Поэтому девчонки у меня не были отделены вниманием на моей свадьбе. Все, на каждую девчонку по два-три партнера проходилось. И вот на свою, так скажем, подружку, которую я считала подружкой, я тоже обеспечила ее молодым человеком. С которым в дальнейшем у нее, к сожалению, ничего не получилось. Но это уже, как говорится, не моя вина. Потом получилось так, через... Я была со своим мужем. Так как он москвич, я вернулась опять в Питер. И буквально на следующий день, я даже не знаю, как она узнала, что я вернулась, она прибежала ко мне и стала спрашивать, как, что, чего. Я сказала, что мы разбежались, и я вернулась. Так и так. Серьезная причина была. После этого она тут же быстренько засобиралась и больше я ее не видела. Я попыталась к ней прийти и сказать... Мама ее открывает дверь, я говорю, а можно мне к Оле? Она говорит, Таня сейчас должен прийти с работы Олин муж, поэтому тебе лучше идти домой. Я говорю, а почему? Дайте мне пусть не поговорить. Тут выходит Оля и говорит, сама Оля, которую я считала подругой, которую я обеспечивала. Она говорит, Таня, у нас с тобой теперь разные интересы. Ты разведенная, я замужняя. Вот вы представьте, представьте мое удивление. С тех пор мы с ней не виделись и не общались, хотя дома у нас были рядом. Потом я, правда, переехала в другой район, в другую квартиру, но неважно. Мы не общаемся. Это школьный такой пример моей подруги. Но бывает и такое. Кто был первый твой шеф? Вы знаете, своего первого шефа я, наверное, буду помнить всю свою жизнь, потому что мне повезло. Если вспоминать север, то вот поселок Андерма, по которому я говорила, то с одной стороны это было то время, когда в принципе ничего не было. А с другой стороны это было счастливое время. Сейчас объясню почему. Шеф, о котором я хочу сказать, это был, у меня шеф был, Артур Николаевич Черенгаров, которого очень многие сейчас, россияне, во всяком случае, знают. Не только как полярника, но и как политика. Я хочу сказать, что как руководитель он очень сильный. Я его вспоминаю всю свою жизнь. Мы попали на север, это тундра. Это даже не леса тундра, это тундра. Что такое тундра? Ни одного дерева нет. Если это грибочки, то это вот такие ножки, нормальная шляпка, но вот такие ножки. Деревца вот такие. То есть север, 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 снега, снега, снега. Я не знаю, как сейчас, но раньше один месяц всего было лето. Если можно было, и то оно было не жарко, а так, лето. Снег не таял практически все лето, вращениях лежал. Цвери цветы, текли ручей, и лежал снег. Красота, конечно, необыкновенная, но и сложно. В связи с тем, что деревьев нет, то большой, очень большой недостаток кислорода. Очень тяжело жить там сердечником, очень тяжело астматиком. Но мы были молоды, нам было все равно. Весело и здорово. Руководитель Артур Николаевич Еленгар, я сказала, очень сильный руководитель, он мог организовать не только работу, что он сделал прекрасно, и мог не только потребовать и спросить, но и все, что полагается делать шефу, настоящему руководителю. Но, кроме этого, я вспоминаю наши не рабочие будни, а именно наш отдых совместный. У нас не было телевидения. И как много это значит, ребята, вы не представляете. Я не говорю уже про интернет и про прочее, что отнимают у нас из жизни. Мы жили полноценной жизнью. Я вместе с его женой Татьяной и такими же, как я, энтузиастами, постоянно участвовали в какой-то художественной деятельности. Мы делали кабачки 13 стульев, мы делали какие-то карнавалы. Мы отмечали любой праздник, любой, начиная от дня комсомольской организации, заканчивая религиозными. Любые праздники у нас отмечались совместно. При этом Артур Николаевич Ленгаров всегда делал шикарные-шикарные столы. Это всегда доставалось сикра. На тот момент было очень сложно с продуктами. Но у нас были полные столы. То есть колбаса твердого копчения, и все-все вот эти вот... То, что можно было достать, он доставал нас на весь стол. И мы отмечали это всем. У нас в управлении гидромедслужбы было, и все управление гидромедслужбы справляли вместе и Новый год, и всевозможные другие праздники. Если были карнавалы, каждый делал даже не по одному костюму. У меня было за один вечер три костюма. Я могла быть и бабой Югой ведущей, и красной шапочкой, и еще какой-нибудь кикимрой. И за костюмы мы получали призы. Даже не лучший костюм получал. Вообще практически почти все получали призы какие-то. И это было не просто призы. Артур Николаевич мог косметику достать. На тот момент косметика, импортная косметика, это было что-то. Представьте себе просто ленинградскую тушь, которая плюется и все красится. А здесь тебе совершенно другая косметика, которую в руках ты не держал. Но это все доставалось. Ведь можно было просто, не задумываясь, какие-то любые призы, на это выделить деньги, любые призы подарить. Но нет, это подходило с сердцем. Он подходил к этому вопросу серьезно, и нам доставлял огромное удовольствие. Сам он играл с моим мужем в футбол, парился в бане. И все это было здорово. Здорово. Мы проводили время прекрасно. Поэтому своего первого шефа я буду помнить всю жизнь. Потому что очень многое зависит от того, какой шеф, и как он относится к своему коллективу. «Где ты первый раз осталась на ночь?» Вы знаете, на ночь я нигде практически не оставаю, не остаюсь. На ночь я нигде практически не остаюсь. И я не знаю, почему, но мне некомфортно спать у кого-то где-то, даже у подруги своей. Один раз я осталась на ночь в студенческие годы, мы целую ночь готовились к экзаменам с моей подругой, и не спали. Но это я вынуждена была, срочно надо было сдать зачет. А так, нет, я не остаюсь. Я могу ходить в походы и в палатках спать там. У меня своя палатка. Вот так вот было. Ну, я спать люблю дома. Даже в гостиницах не очень люблю. Ну, в Мюштино. На чьей свадьбе ты была первый раз? Знаете, я сейчас даже не вспомню, в студенческие годы были разные свадьбы. Чья была первая, я, наверное, не скажу. Ну, была. Какой был первый концерт, на который ты пошла? Тоже сейчас я, наверное, не вспомню уже. Много концертов посещала и очень много театров. Я любила театр. И на тот момент, к счастью, были очень сильные театры в Питере. Это и Товстаноговский БДТ, и любой, куда ни ткни, и Минсоветы, и Комиссаржерский, и ТЮС. Я посещала с огромным удовольствием. Очень сильные были актёрская школа и сильные постановки. Первая сломанная кость. Боже мой. Вы знаете, вот сейчас, только я сейчас вспомнила, сломанная кость. Ну, я её не помню, мне просто рассказывают, что это было в детском саду, я упала. Я раньше, когда спала, очень так вот, знаете, не могла, как дети спят неспокойно, вот так же неспокойно я спала. То есть я крутилась, вертелась и, как правило, всё время падала с кровати. И вот один раз, упав с кровати, я сломала ключицу. И вызвали скорую, меня отвезли в больницу. Но опять-таки я этого не помню. Я, по-видимому, была совсем ещё, наверное, маленькая. Ну, мне это рассказывали. Первый пирсинг. Никакого. Ну, то есть, если не считать уши. Первая страна за границей. Я вообще против татуировок и пирсингов категорически. Первая страна за границей, в которой ты была. Ой, вы знаете, мы каждую выходной ездили в Таллинн, и Вильнюс, и Ригу, живя в Питере. На автобус садились в пятницу и ездили. Даже ездили и на поезде. Даже были времена, когда мы с девчонками в Таллине, все просто на поезд ночевали в комнате матери и ребёнка, шикарно было. Там с детьми вообще, как правило, когда ездят с детьми, то никто и не ночует в комнате матери и ребёнка. Все, как правило, в Таллине уже знают, где ночевать. Поэтому там всегда было свободно, чисто и комфортно. И дёшево. И мы посещали, вот так вот ездили. Вот там я вынуждена была спать вне дома. Первая сторона так. А вообще так вот, по поездке, если сказать, по путёвке, то это была Чехословакия, комсомольская линия. Какой был первый фильм, который ты помнишь? Ой, знаете, очень много фильмов помню, поэтому самый первый я даже не могу. У меня много старых фильмов любимых, которые я могу смотреть много раз. В том числе такие старые, как дело было в Пенькове, и в самой Заречной улице. Вот такие. Кто был мой первый сосед по комнате? По какой комнате? Я в общежитии не жила. Я жила в коммунальной квартире на севере. Кстати, в раннем-раннем детстве я тоже жила в коммунальной квартире, как только мы родились. И вот до переезда, до третьего класса, наверное, я жила в коммунальной квартире, в большой питерской коммунальной квартире. И там соседей было очень много. По комнате даже не... А вот чтобы в комнате, в одной комнате с кем-то жить, только с мужем. Так. Ну, потому что я не жила в общежитии. Когда даже училась, я жила дома. Что было твое первое наказание? Что было мое первое наказание? У меня очень строгий был папа. И он меня наказывал с детства и очень сильно. Я не хочу даже это вспоминать. Так что я, в принципе, росла... Все мое детство было в наказании. Кто был твой первый сосед по комнате? Я уже читала. Если бы у тебя было одно желание, что бы это было? Если бы у меня было одно желание, то это, конечно, здоровье. И только здоровье. Все остальное зависит от нас. Здоровье в какой-то степени зависит от нас. Но в какой-то степени от генетики. Поэтому... И от Бога. Поэтому желать здоровья. Остальное всего можно добиться. Самому. Ну вот, пожалуй, и все вопросы, на которые я ответила. Я не знаю, смогла ли я как-то раскрыть себя с какой-то стороны для вас. Я надеюсь, что вы меня немножко побольше узнали. Ну, вот так вот как-то. Пожалуйста, лайкните мне, если вам понравилось. Если не понравилось, поставьте пальчик вниз. Это тоже будет. И пишите отзывы. Что бы вы хотели. Я даже не знаю, какие видео вам больше нравятся. Напишите. Может быть, болталки какие-то устроить на какие-то темы. Если у меня большинство подписанных женщин, может быть, им это интересно будет. Может быть, какие-то... Ну, философские я не люблю, честно говоря, рассуждения. Но, может быть, какие-то что-то подсказать я могу. Поэтому пишите, звоните, строчите и заходите в гости. Пока-пока.